Здравствуйте! В этом видеообзоре хотел бы вам показать вот такую интересную систему, очень похожую на iMotors. На самом деле это совершенно другая система, кроме как внешнего вида, больше ничего общего они в принципе-то и не имеют. Если вдруг вам вращается таким пультом, и вы пытаетесь сделать копирование, например, на копировщику для iMotors, и у вас, естественно, ничего не уходит. В случае, если подуанализатора нет под рукой, можете открыть этот пультик, посмотреть на микросхему. Если микросхема стоит HC-101, значит, собственно, вы имеете дело с совершенно другой системой, не относящейся к системе iMotors. Вот здесь стоит микросхема HC-101. Приемчики вот такие вот. На приемнике указана модель G-RCV-1. Вот. Ну, давайте я вам покажу, как на подуанализаторе он определяется. Вот, пишет, что no code in base. Ну, определяет, что это keylock. Вот. Собственно, что хочу показать, какое решение. Есть такие вот пульты, два в одном, для HC-101. Вот. Этот пульт является полноценным аналогом данной системы. Значит, прописывается он штатным способом. И можно на него выполнить копирование, прям с пульта на пульт. Вот. Такие копии будут прекрасно работать в паре или в группе. Таких копий можно сделать в неограниченное количество. Вот. Они не будут занимать ячейки памяти в приемном устройстве. Давайте, наверное, покажу. Вообще продемонстрирую работу с данной системой. Вот. Сейчас у нас пультики не прописаны. Давайте вот пропишем этот пультик. Проверим. Видим, что срабатывает индикатор. Слышим щелчок реле. Ну, давайте вот пропишем штатным способом. Новый пульт. Так, сейчас он у нас не работает. Вот. Прописался. Проверяем. Все работает. Давайте покажу, как выполнить копирование. Значит, для того, чтобы выполнить копирование на него, нужно нажать синхронно кнопки А, Б, Д и сразу же отпустить кнопки Б, Д, продолжая удерживать кнопку А. Пока вы ее держите, подносите в упор вот этот вот пультик и нажимаете с удержанием любую кнопку. При таком копировании он копирует сразу все кнопки. Можем проверить. Все прекрасно работает в паре со скопированным пультом. Вот. Ну, давайте покажу еще раз, как выполнить копирование. Давайте еще одну копию сделаем. Значит, сейчас он не работает. Вот. Для копирования нажимаем синхронно кнопки А, Б, Д и сразу же отпускаем кнопки Б, Д, продолжая удерживать кнопку А. Подносим пультик в упор как можно ближе и нажимаем с удержанием любую кнопку. Копирует он сразу все кнопки. Вот. Первая, вторая, третья, четвертая кнопка. Проверяем. Все работает. Таких копий можно сделать с неограниченным количеством. Кстати, хотел бы еще добавить по поводу приема. То, что он на самом деле универсальный, такой всеядный. Вот. Можно, например, в него штатно прописать пультик Дархан. Вот. Он тоже будет работать. Еще хотел бы рассказать, что модель этого пульта называется 2 в 1 для H-C101. Вот это маркировка чипа. В случае, здесь какие-то вам другие пультики попадутся не обязательно в таком внешнем виде. Если у них на чипе будет маркировка H-C101, то такие вот пультики, копировщики тоже прекрасно будут копировать их и работать. Вот. В таком режиме. Если что-то непонятно, задавайте вопросы, обращайтесь. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!